Акционерное общество по агрессивной технологии создано в 2012 году. Основное направление это разработка оборудования для военно-морского флота. Последние три года предприятие занимается в том числе и гражданской тематикой. По заказу Министерства промышленности и торговли производится разработка систем анализа выбросов промышленных предприятий. Это инфракрасный фурьер-спектрометр. Достоинством этой системы заключается то, что в традиционных системах обнаружения газов используются датчики, каждый из которых настроен на определенный газ. А здесь такую систему делать не надо, потому что если появляется новая спектральная линия, то можно определить, что это за вещество и определить его концентрацию. В отличие от стандартного фурьер-спектрометра, здесь используется специальная многопроходная кювета, которая повышает чувствительность обнаружения газов. В качестве основного чувствительного элемента используется фурьер-спектрометр, разработанный российскими учеными. В настоящее время в лаборатории производится настройка этого фурьер-спектрометра и проводятся работы по его калибровке, отрабатке программного обеспечения. К концу этого года предполагается опытно-промышленная эксплуатация системы на одном из предприятий Ленинградской области. Настоящая система разработана для установки в контейнере, но вся разработка может быть перемещена на автомобиль и может быть использована в качестве основного измерительного элемента для мобильной лаборатории, которая определяет заголовность промышленных или различных других объектов. В том числе может быть использована для нужд Министерства обороны. Общий объем работ для создания мобильной системы, которая будет иметь сертификаты Института метрологии имени Менделеева, займет где-то около года. Система создана примерно на 75% на российских комплектующих элементах. Можно довести до 80-85%, при этом перевести основные программные элементы на минусоподобные программные продукты, которые разрешены Министерством обороны. Следующая тема, которой занимаются предприятия, это разработка донной сейсмической косы. Система предназначена для поиска углеводородного сырья на шельфовые зоны Мирового океана. На сегодняшний день система практически собрана и отлажена. Предполагается ее использование для поиска углеводородов в районе нефтяных меросраждений на севере и на Дальнем Востоке. Система состоит из сейсмических станций, которые расположены на равном расстоянии на кабеле. Каждая из этих станций является шестикоординатным приемником. Там находятся и сейсмодатчики, и акселерометры для определения ориентации этих сейсмостанций, и акустические приемники. Нами решен вопрос по сбору информации с достаточно протяженного пространства, то есть на расстоянии 6 километров со всех станций с достаточно высокой скоростью приходит информация в центральный процессор, где она хранится. Эта система позволяет обнаруживать углеводороды за счет того, что сигнал от возбудителя идет в земную кору, и отраженный сигнал поступает на станции. Она одновременно может принимать различные акустические и сейсмические сигналы, которые порождены различными объектами. Поэтому систему можно использовать в качестве охранной системы для различных задач, которые могут возникать в том числе у Министерства обороны. Сейсмическая коса предназначена для двухмерного сканирования земной коры. В большинстве задач сейчас встречается необходимость делать 3D-сканирование, чтобы получить объемную картинку тех слоев, которые находятся под поверхностью океана. Для этого используется несколько сейсмокос, которые параллельно раскладываются на дне исследуемой зоны. И потом совместная обработка позволяет построить 3D-картинку пространства под поверхностью океана. На предприятии прогрессивной технологии собрался коллектив специалистов, которые традиционно занимаются системами автоматики. Имеется достаточно большой опыт в разработке безэкипажных надводных средств. В настоящее время мы занимаемся проработкой подводных роботизированных аппаратов. Делаем системы управления фильтрами, системы управления подъемно-транспортным оборудованием для различных нужд отечественной промышленности. Редактор субтитров А.Семкин